Вот это передо мною фрейлинский корпус. В общем, общага для фрейлина. Судя по наличию этого именно фрейлинского корпуса, очевидно, что он был построен при Марии императрице Марии Федоровне. После смерти Юлагина эта усадьба, этот остров был выкуплен в казну и потом использовался как летняя резиденция для проживания в родствующей императрице Марии Федоровне. Вот это, которая жена императора Павла Петровича Убиенного, апоплексическим ударом, табакирка-висок. Ну и, соответственно, мать Александра Первого, Николая Первого. Вот именно при Александре хозяин этого острова. Юлагин очередной хозяин умер. Ой, какая большая-большая-пребольшая клумба, да? Был выкуплен казну и основные, те постройки, которые здесь есть сейчас, к дворцу туда. Были выстроены именно при Марии Федоровне. По ее заказу архитектором Карла Росси, которого я считаю вообще просто лучшим, лучшим просто архитектором. Ну и Марии Федоровне почитаю женщину с большим вкусом. Это видно, ну, например, по Павловскому, в котором тоже она жила. Жила, в смысле, после... Ну, жила и вместе с Павлом Петровичем, и после его смерти. И там все тоже такое очень изящное, красивое, с каким-то, наверное, женским, что ли, характером таким, элегантным. Вот. И здесь, в парке культуры отдыха, есть комплекс зданий. Ну, таких не очень много их. Но они тоже такие изящные. Именно... Именно со впечатлением летней резиденции, летнего отдыха, загородного отдыха. А вон там белые, смотри. А вон там белые, смотри. Крупные, очень дюльбаны, прямо большие. Вот эти оранжи, прямо огромные. Они, конечно, очень слишком уже сильно распустились, буквально перецветают, но все равно красивее, еще красивее. Вот беленькие такие, еще полураскрытые. А между ними нарциссы, они такие прямо махровые нарциссы. Это нарциссы. Такие. Интересные. Вот, с другой стороны тоже оранжевые, белые, сиреневые, нарциссы. Так, охрана. Суточка висовая охрана. Вот, и тут какие-то папоротники. Вот, фрейлинский корпус с другой стороны. Ну, и тут, в общем, огромная-огромная такая вот большая клумба, очень красивая. Не, знаешь, где ты хочешь? Там, как и много было. Вот, беденькие еще такие, они у меня не очень раскрывшиеся. Белые, желтые, сиреневые такие. Не очень крупные. Дальше опять какой-то островок небольшой виден. Вот. Там дальше, необитаемый. Тут тоже на водочках катаются. В общем, отдыхать здесь, конечно, хорошо и красиво. Вот, опять же, таки фрейлинский корпус. Обхожу его с другой стороны. У каждой фрейлины там было по комнате. Корпус достаточно большой, да. А куда я сейчас иду, ну, просто не буду выключаться и покажу. Покажу. Сейчас посмотрим, что я покажу. Вот, ну, после революции, великой акцентской, социалистической, это все, как водится, было национализировано. И здесь был устроен дом отдыха, там, что-то, а это боярышник. Дом отдыха, танцплощадка, зимой на лыжах катались, на коньках катались. Ну, то есть, в принципе, вот, был здесь такое место для отдыха. Это кормушка целая, такая усадьба. Нет, не усадьба, домик. Домик, да, кормушка. Вот, ну, центральный парк, который отдыха имени Кирова, ну, когда Киров погиб, много что назвали его именем. Так, вот это передо мной, вот это передо мною прямо, ну, тут видно, наверное, написано, стеклодумная мастерская. Музей художественного стекла. То есть, ну, когда-то здесь был корпус служебный, ну, работники жили там, кто там, слуги, им тоже надо было где-то жить. А сейчас здесь, да, вот именно стеклодумная мастерская, и там можно даже записаться, заплатить и получить мастер-класс по изготовлению чего-то красивого из стекла. Вот передо мной, ну, жалко, что она уже отцвела, вот эта вот очень красивая яблоня, такая раскидистая, это яблоня Анидзецкого, которая вот красненьким таким цветет. Ну, она уже отцвела. Так, а вот это вот тоже светло-серое здание большое, тоже, так, ну, наверное, тоже Руси, да? Дом смотрителей Гуфурьера. Дом такой очень немаленький, а сейчас здесь находится так называемая творческая дача. То есть, ну, кружки там, мастер-классы, можно заниматься детям, там, вот, написано, шахматы детям, мастер-классы, вот что-то в таком роде. Вот, мастер-классы, познавательное творчество, живопись, детские дни рождения, шахматный клуб. Вот, ну, и перед ней тоже тюльпановая клуба, небольшая. Сейчас я отключусь и включусь. А вот еще, так, тут какие-то отсвезшие нацисты, а вот в окне можно видеть произведение искусства художественного стекла. Сейчас приближу. Какие-то яблоки и груши, в общем. Вот, и вот здесь еще тоже. Так, отсвечивает, наверное. Ну, похоже, немножко на елочные игрушки. Очень такие позитивные, какие-то разноцветные шарики. Спасибо. Спасибо.